Здравствуйте! Это городской информационный канал Камертон социальная сеть в студии Яна Макарова. Сегодня гость нашей программы депутат Думы Иркутска Олег Гиевский. Олег Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Обычно в нашей программе мы говорим об ответственности депутата перед жителями его округа. Но сегодня мы поговорим об ответственности жителей перед своим городом. Ведь создают и преображают наш город не только городские власти, но и сами иркутяне. Поэтому интерактивное голосование такое. Меняется ли что-то в Иркутске? Три варианта ответов. Да, в лучшую сторону. Да, в худшую сторону. И вариант третий. Нет, все по-старому. Голосуйте, выбирайте тот вариант, который считаете правильным и звоните по телефону, который вы видите на своих экранах. Итоги мы подведем в конце программы. Также мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 70-70-20. Рассказывайте, как вы меняете город или как можно его изменить силами самих иркутян. Олег Анатольевич, каждый депутат несет ответственность за округ, к которому он имеет отношение, за его развитие перед жителями этого округа. А как вы думаете, за что должны отвечать сами жители и перед кем? Яна, во-первых, мы все мы, жители и депутаты, и не депутаты. И если мы живем на нашей земле, в нашем городе, ну, во-первых, мы отвечаем за то место, которое нам доверилось судьбой. Поэтому наша общая ответственность за наш общий дом, она, думаю, понимаема всеми нормальными людьми. По-другому быть не может. А если вот более конкретным примером перейти, в вашем округе, насколько жители активны? Как они участвуют в жизни двора, округа, пусть это там, субботники, высадка цветов, помощь ветеранам? Как бывает? Ну, это яно. Я уже вспоминаю, с вами мы уже не первый встречаемся не в первом эфире. Даже не второй. И не второй. И я совершенно искренне и с большим убеждением говорю, что у меня, если не самый лучший, так получилось, что один из самых лучших и интересных округов в городе Иркутске. Вот и географический, и по составу, никак не могу сказать, что все другие плохие. Просто вот он так сложился. Он ограничен двумя высшими учебными заведениями, стоит на берегу Ангары. Опять же, три школы у вас. Да, на территорию округа три учебных заведения, один лицей, две школы, техникумы, музыкальные училища. Насыщенный округ. Округ достаточно, основной жилой фонд нашего округа все-таки благоустроен. Это тоже очень важно и, конечно, наверное, полегче, чем в других округах в этом смысле. Ну и состав людей очень интересный. И вот как раз, готовясь к нашей сегодняшней с вами встрече, с коллегами сделали небольшой материал, как раз посмотреть, что же вот за время работы, депутатская работа, что же сделано по благоустройству. Сделано на территории округа. И как раз сделано это зачастую, да и не зачастую, а в основе своей. По инициативе граждан они обращаются с предложениями, обращаются с предложениями к депутату. А вот, кстати, когда вы проводите встречи с жителями, они приходят только с проблемами или есть, например, какие-то проекты, чтобы предложить вам что-то, поучаствовать? Я знаю, знаете, динамика очень интересная. Если в первый год, два, в основном были проблемы, и в основном проблемы были связаны, ну даже не столько с благоустройством, эти первые были проблемы, это все-таки проблемы коммунального хозяйства. Ну это первое, на что обращают внимание. В основном это были вопросы первые. Вот потом начались вопросы по обустройству территории придомовой, окружающей нашей среды, состоянию территории, прилегающих дорог и так далее. И уже где-то, ну скажем так, ну года через два, через три начались, ну может быть больше доверия сложилось между нами и населением. И наши горожане начали уже больше даже давать предложений, нежели вопросы остались. Какие, например, предложения? Разные. Вот, когда начали обращаться, когда мы запустили программу в городе Иркутске по инициативе депутатов по внутридоворовому благоустройству. Дорога к каждому дому. Дорога к каждому дому и внутридоворовое пространство, ну хорошо, начали мы эту работу. Но как раз мы немножко пошли дальше и начали подготовку следующего года, следующего сезона обсуждать с наиболее активными людьми в дворах, в территориях и выслушивать их предложения. И на базе этих предложений составлять дворовую карту, так скажем. И вот эти карты потом реализовались в проекты. Ну вот уже при нынешней администрации мэр инициировал как раз превращение вот этих предложений и дефектовок именно в проектные работы, что ли. Это было правильно. Так вот, получается, что последние, особенно 5-6 лет, все разработки, подготовки ведутся как раз по ИТВ-жителям. И тут уже у нас не всегда даже хватает возможности среагировать, например, в текущем году, да, и начинается переход, начинается разговор. Почему? Ну, в общем, понимание в людей, слава богу, есть. И активность тоже есть. Да, и хорошо говорят, что ладно. У нас есть уже первый дозвонившийся. Валентина Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, у нас в Иркутске что-нибудь меняется? Да, у нас меняется все, к лучшую сторону. Хорошо, а вопрос у вас какой? Возвращаются дворы. Внутри дворовые вот эти дороги и освещение улучшилось. Хорошо, а вопрос у вас какой будет, Валентина Дмитриевна? Мы сажим цветы совместно. Валентина Дмитриевна, мы вас слушаем, предложение, вопрос какой у вас есть. Центральная дорога испортилась, поэтому там у нас вся в ухабах. Я бы хотела задать вопрос. Пожалуйста. Олегу Анатольевичу, будет ли отремонтирована дорога на улице Курчатова около домов 5А, 5Б и 7? И когда это будет? Спасибо. Валентина Дмитриевна, у нас как раз улица Курчатова в плане ремонта стоит 14-го года, частично 15-го. Я думаю, что мы постараемся даже уже в этом сезоне всю эту основную работу провести и до сентября закончить. Вот то, о чем вы задаете вопрос. Понятно. Начали мы о благоустройстве говорить. Этим летом заканчивается ваш второй избирательный срок. И о том, какую работу по благоустройству удалось проделать за эти 10 лет, мы узнаем из следующего видеоматериала. В нынешнем году исполняется ровно 10 лет с того момента, как Олег Гиевский начал представлять в городской думе интересы жителей 31-го избирательного округа. Это территория, прилегающая к Иркутскому государственному техническому университету, Иркутскому государственному университету путей сообщения и федеральному унитарному геологическому предприятию «Уран-геологоразведка». За это время совместными усилиями горожан, администрации района и общественной приемной депутата здесь удалось решить ряд серьезных проблем, связанных с развитием инфраструктуры и благоустройством. 2004 год. Прошел ремонт и асфальтирование улиц Жуковского, Добролюбова, Чернышевского и Ломоносова. Тогда же по инициативе депутата руководство ВСЖД приняло решение о реконструкции железнодорожной станции «Академическая». 2005 год. Открылась обновленная «Академическая» с уютным залом ожидания, специальным ограждением и подземным переходом. Отремонтированы основные улицы Студгородка и Гошина и Курчатова. 2006 год. Уложено новое асфальтовое покрытие в четырех дворах по улице Гошина и Гоголя. Во дворах домов улиц Гоголя и Курчатова появились новенькие детские площадки. Тогда же Олег Гиевский, как депутат и председатель правления Ассоциации выпускников Политеха, помогает руководству ИРГТУ провести капитальный ремонт вузовского стадиона. Уже через два года после этого на спортивном объекте, оснащенном по последнему инженерному слову, проведут тренировки перед вылетом в Пекин члены Олимпийской сборной России. Еще одно спортивное сооружение, пережившее свое второе рождение при содействии Гиевского – это бассейн «Изумруд». 2007 год. Установлены еще четыре детские площадки во дворах улиц Чернышевского, Лермонтова, Ломоносова и Добролюбова. Заасфальтированы дворовые проезды вокруг группы домов по улице Академика Курчатова. Капитально отремонтирован филиал школы номер 77, бывшая 62-я школа и лицей Иркутского госуниверситета. 2008 год. Благоустроена пешеходная дорожка от станции «Академическая». Заасфальтированы два двора по улице Лермонтова. Проложен асфальт и сделан тротуар на Добролюбово. Установлено пять новых детских площадок. 2009 год. Заасфальтированы внутри дворовые проезды по трем адресам – на Лермонтово, Добролюбово и Ломоносово. Появилась новая детская площадка между домами в районе остановки Жуковского. 2010 год. Заасфальтированы четыре двора на Курчатова, Лермонтово, Колхозный и Добролюбово. Проложена пешеходная дорожка к школе номер 80. Установлены три детские площадки на Гоголя и на Курчатова. 2011 год. Заасфальтированы проезды во дворах домов на улицах Курчатова, Ломоносова, Лермонтово, Добролюбово и Гоголя. Сделан тротуар на Пушкино от улицы Шмидта до Клары Цеткин. Установлено три новых детских площадки. Благоустроена территория вокруг памятника первому председателю Сибирской ЧК, герою гражданской войны Ивану Постоловскому. В этом же году произошло масштабное обновление рощи «Звездочка», ставшее возможным благодаря совместным усилиям руководства Иргупс и Олега Гиевского. 2012 год. Заасфальтирован проезд во дворе еще одного дома на Курчатова. Установлена дополнительная детская площадка. Продолжены ремонтные работы во дворах на Добролюбово и Жуковского. Заменено асфальтовое покрытие во дворах на улице Грибоедова. 2013 год. Уложен асфальт на участки между улицами Курчатова и Егошина. Благоустроены подъезды к домам Лермонтова, Гоголя и Шмидта. Капитально отремонтирована вдоль трамвайного пути улица Пушкина. Установлены две детские площадки. Словом, округ меняется. Становится благоустроенным, комфортным, безопасным. Десять лет немалый срок, столько работы по благоустройству. Но это ведь еще не все. Благоустройство далеко не весь объем работ, которые проделывает депутат. Что еще удалось вам реализовать? Самые основные такие проекты? Я думаю, тут много о чем можно говорить, но мне кажется, что один из самых серьезных проектов, как раз депутатских, можно сказать, проектов, это возобновление шефской работы по учебным заведениям. Вы вспоминали о том, что у нас их три школы, ну, лицеи, будем считать. У нас на территории округа городской лицеи госуниверситета, 80-я школа, одна из самых больших школ в городе Иркутске, и филиал 77-й школы. Там ребятишки, у или младших классов учатся, это находится в бывшей 62-й. И вот, получается, мы начали программу премирования лучших учеников школ и преподавателей. Начали эту программу в лицее, как раз 10 лет назад. В этом году, вот будем буквально 12-го числа, подводить итоги в лицее. И в том числе, это будет у нас 10-летнее юбилейное уже подведение итогов. И после этого у нас в течение вот этих 10 лет присоединились и 80-я, и 77-я школа. Мне кажется, что, да, и я уверен в этом, что вот проект, он дал очень хороший эффект. Потому что у нас два раза в год подводятся итоги, и коллективы учителей выбирают 10 лучших из своего состава. Это не директора назначают. И ребята тоже, 10 лучших учеников из своего состава. То есть, школьники сами выбирают лучших школьников? Да, да, да. Там критерии, положение разработано, достаточно скрупулезное. И это уже стало, ну, вот такой хорошей традицией. А ваш опыт коллеги перенимают? Тоже думаю, что это определенное достижение. Потому что у нас часть депутатов уже к этому и наших городских, и вот сейчас у нас областной депутат Красноштанов соединился к этой работе по городу Иркутска. Поэтому, ну, я бы считал, что всем нашим депутатам можно было бы эту практику начать. Перенять ее себе. А если смотреть вот на ваш округ более масштабно, чего не хватает? Ну, Яна, у нас в целом на большом округе, я имею в виду Свердловский округ, по старому району Свердловский, мы уже говорили с вами, и вот в эфире объявляли о конкурсе. Недавно условия конкурса мы и куда обращаться помогали в газете Иркутск. Ну, например, нам не хватает вот на нашем левом берегу большом, как раз, знаете, вот если роща-звездочка появилась, ну, не хватает вот небольших скверов, может быть, где можно прогуляться, каких-то малых форм интересных, фонтанов не хватает. Чтобы побольше таких мест было для прогулок. Вот, действительно, округ насыщенный. Самый большой в городе Иркутске, 200 тысяч населения. Ну, я в целом говорю, наверное, большой округ, и наш, 31-й тоже. Поэтому вот, наверное, вот этих таких благоустроительных, вот, малых форм... Не хватает, наверное, не хватает. Еще один телефонный звонок по телефону прямого эфира 707020. К нам дозвонилась Наталья Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы как родительница хотела высказать свое мнение. Пожалуйста. В протяжении 10 лет педагоги и учащиеся лицеи ГУ получают награду в виде стипендии за успехи в учебе, творчестве и труде. Это не только денежное вознаграждение, но и признание и высокая оценка, да, совместного труда учителей и учеников. И нам, как родителям, очень приятно, что вы, Олег Анатольевич, высоко оценил эту работу, которая ведется в лицее. Это вам большое спасибо, и хотелось, нам бы хотелось бы, чтобы такая инициатива была поддержана и другими объединениями и предприятиями нашего города. Спасибо вам еще раз. Вам спасибо, что позвонили, как раз прям к теме обсуждения, звонок. Одни иркутяне заботятся о своем городе, принимая участие в субботнике, другие высаживают цветы во дворе, а кто-то имеет возможность менять город более масштабно. Благотворитель, жертвователь, меценат. Эти слова хорошо известны в Иркутске издавано. В 19 веке большинство церквей, школ, училищ, больниц было построено и содержалось на частные пожертвования. 20 век внес свои коррективы в понятие благотворительности. Мы все больше кивали на государство, в нем видели главного меценатора. Ну а сегодня, в веке 21-м, становимся свидетелями и участниками процесса, при котором вытащить деньги из своего кошелька и отдать их на общее благо снова становится естественным. Частные жертвователи и целые коллективы делают наш город интереснее и самобытнее, вкладываясь в новые храмы, скультурные композиции и памятники. На средства иркутских железнодорожников был восстановлен Александр Третий. Многие предприятия участвовали в установке памятника маршалу Жукову. Московские ворота скультурной композицией, посвященной покровителям семейного счастья Петру и Февронии, памятник женам декабристов и величайшему драматургу, нашему земляку Александру Вампилову, а еще Харлампиевский храм, где венчался женой адмирал Колчак, ничего этого не было бы без серьезного вклада иркутских благотворителей. И только иркутскому их помощь сейчас не ограничивается. Колокола этому свято-никольскому храму в поселке Култук Бог дал тогда, когда еще не было и фундамента. Церковь не пострадала даже во время сильного землетрясения. Сегодня она освящена и действует. Когда я встретился с Геевским Легантуличем, он объяснил ему вот эту программу построения монастырского комплекса, социальной программы. И он буквально сразу же подхватил эту идею и стал одним из ведущих меценатов, которые всю свою душу и очень много средств денежных вложили в осуществление этой мечты, которая стала и его мечтой. Это замечательно, что есть такие нормальные люди, верующие, православные. Со временем здесь будет целый монастырский комплекс. В Култуке уже заложен фундамент для детского приюта и келейного женского корпуса на 80 мест. В деревне Быстрое тоже будет женский монастырь, храм сошествия Святого Духа. В поселке Тибельди заканчивается строительство храма пророка Божьего Ильи. При каждом монастыре будут развернуты большие социальные программы. Дома милосердия, опека детей-сирот. И Валерий Павлович Куренков признается, что ему не приходится уговаривать благотворителей. Они сами идут ему навстречу. Да это и понятно. Когда люди прислушиваются к голосу своей души, они начинают понимать друг друга без лишних слов. Вы смотрите программу Камертон «Социальная сеть». Сегодня у нас в гостях депутат Думы Иркутска Олег Геевский. Телефон прямого эфира 707020. Олег Анатольевич, в сюжете было отмечено, что в 19 веке меценаты строили больницы, школы. Сейчас благотворительность тоже есть, но она более точечный характер носит. Почему бы не перенять опыт 19 века и не построить ту же Ивано-Матрионинскую больницу, которая ярким примером является? Яна, хороший очень вопрос. Но для того, чтобы, как вы говорите, объединить свои усилия, нам надо всем снова научиться договариваться. Слышать друг друга, договариваться и объединять свои усилия. Желание должно быть такое, и умение договариваться во благо, в общее благо. Опыт был очень хороший как раз в 19 вспоминающем веке. В Иркутске было не городское собрание, не дворянское, не купеческое собрание. Было общественное собрание, так называлось, потому что много было очень разночинцев в городе, и все они собирались в одном месте. Так вот, члены собрания могли быть инициаторами какого-то большого дела, ну вот, например, Ивана-Матрионинская. Но делали они это только после того, когда все собрание одобряло. Жители могли решить, куда деньги меценатов направить. Члены собрания это, в общем, наиболее, наверное, активные граждане города, в том числе гласные, это депутаты городские и большие собрания. Было бы хорошо, если бы сейчас такое было. И вот они там договаривались на этой площадке, понимаете, по инициативе кого-то из жителей и кого-то из тех же самых членов этого собрания. Вот сейчас часто можно услышать, что выделили деньги на строительство памятника, городской скульптуры. Вот вы принимали участие в создании памятника Вампилову. У нас в городе подобных скульптур мало. Вот я имею в виду именно скульптуры, посвященные нашим местным жителям, нашим героям, да, так скажем. Это, допустим, памятник Александру Третьему, Якову Пахабову, Ножикову и Гайдаю. Вот сейчас почему-то больше городским скульптурам внимания уделяется корове, коту, влюбленным, туристу. Как думаете, с чем это связано? Яна, это связано с общим вот таким настроем в нашем, ну, тавтологии, обществе-сообществе, общим настроем. Упрощение интернетовское, оно ведет в упрощение в отношениях и в оценках. Вот кошечка, она понятна. А мужчина в пиджаке не очень. А вот почему вампилов, и участвовать, например, в памятнике или там Александру Третьему, или первопроходце, да, или вот у нас, ну, одна из наших уважаемых аркутских компаний инициировала установку, памятник любви, вот помните, херония там, так сказать, да, чтобы вот сделать серьезный объект с серьезной смысловой нагрузкой, ну, надо еще хотеть понять эту нагрузку и... А не только увидеть красивый объект. И захотеть в этом поучаствовать. Понимаете, проще гораздо вот, в общем, преломить это сознание через что-то такое. Ну, милое и приятное. Да, наверное, это тоже нужно. Мы говорили только с вами, может быть, в недостатке малых форм у нас, даже на территории оборота. Конечно, имеет место быть и те, и другие формы. Но, понимаете, когда мы переувлекаемся, по-моему, вот такими вот упрощенными вещами, то это все-таки, на мой взгляд, некое такое выражение вот нашего сегодня, к сожалению, порой упрощенного подхода. Хотя, ну, Барануин Халович ему приписывает фразу, что все глупости делаются с серьезным выражением лица. Но я не за то, чтобы слишком усложнять жизнь, но... Должен быть баланс во всем. Должен быть баланс и посерьезнее к этому относится. В рамках нашей программы мы рассказываем о жизни и судьбах ветеранах Великой Отечественной войны. Герой нашего следующего сюжета проживает как раз в вашем округе. Давайте с ним познакомимся. Девятнадцать солдат, девятнадцать бойцов, совсем не знают друг друга. В лес сбежались из разных концов, их слез заметало в юго. Он знает десятки стихотворений и басен наизусть. Ивану Новокрещеных, 91 год. Он родился и жил в Бурятии, в поселке Бичура. Когда началась война, им им было 18 лет. За два месяца прошел курс и минометчиков. После его отправили в Смоленскую область. На фронт Иван Николаевич попал уже в составе минометной роды. Затем дорога на Харьков. Вспоминает, первый бой с немцами для него состоялся на станции Дергачи. Утром началось наступление немцев. Они вечером даже не начали наступлять. Утром пошли. Лошади бегают, самолеты летают, горит все. Я почему-то потом вспоминал, что как эта картина была. Последний день в Помпее, так и у нас было. В там бою выжили немногие. За годы войны Иван Николаевич прошел всю Украину. Принимал участие в Курской дуге. Затем Молдавия, Болгария, Югославия, Венгрия. В апреле 45-го в Чехословакии. Получил ранение в руку и был отправлен в Венский госпиталь, где и встретил победу. После почти год учился там же в Вене, в отдельном полку связи. И только 1 января 46-го года вернулся в родную Бичуру. Уже будучи бухгалтером в району, встретился со своей женой Любовью. В Бурятию девушка приехала из Тамбовской области по распределению после окончания педагогического училища. Бичура – это самое большое село в мире. Было написано в журнале «Вокруг света». В этом селе средних школ только пять. Вот какое село. А он работал бухгалтером в району. Ну что ж, не познакомиться. Богатство у Любови Алексеевны Ивана Николаевича большое. Три дочки, семь внуков и пять правнуков. Многие живут не в Иркутске, но никогда не забывают о своих стариках. Одна из дочерей Зинаида Ивановна здесь бывает часто. Говорит, своими родителями всегда гордилась. Всю жизнь работали. Мама всю жизнь в школе проработала. Заслуженный учитель страны. Выпускников у нее сколько до сих пор поздравляют. А папа вообще, он такой по жизни человек. Он всегда очень стремился к знаниям. Во-первых, он как рассказывал, как он из деревни бегал за 12 километров в школу. Сегодня, накануне 9 мая, в гости к новокрещенных с подарками и цветами пришли учащиеся в 80-й школе и председатель Совета ветеранов номер 7 Свердловского округа Галина Горева. Дорогие мои, вот сегодня, наконец-то, выдался случай встретиться с вами и вручить вам подарок от имени нашего депутата Гиевского Олега Анатольевича. Спасибо. Да. Большое значение для страны этот праздник имеет. Я считаю, что надо поздравлять, помнить и действительно знать эту дату и нести ее дальше по векам. Ветераны оставили для нас большое светлое будущее. Наверное, у каждого в семье есть бабушки, прабабушки, и каждому приятно поздравить их. И также и других ветеранов. Анна Пологрудова, Александр Барановский, Камертон, социальная сеть. Олег Анатольевич, насколько активно школьники участвуют? С удовольствием? Яна, вот в нашем 31 округе в живых ветеранов осталось, к сожалению, не так много. 14 человек. Вот сейчас мы видели репортаж поздравления Ивана Николаевича. Он очень в почтенном возрасте. И посмотри, как ясно, какое он, какое ясное отношение к жизни. И в этом предъюбилейном году для себя приняли с руководством школы такое решение, чтобы у нас именно предложили ребятам. Ребята, давайте вы пройдете и поздравите каждого из этих 14 ветеранов накануне праздника. Как раз вы сейчас один из сюжетов сняли, одно из поздравлений. Ребята совершенно нормально и без всяких загонений отнеслись к этому делу, серьезно очень. И всех ветеранов прошли, за вчера были поздравления, сегодня поздравления, всех поздравили. И все 14 человек, я думаю, что они еще с большей теплотой встретят наш с вами самый главный праздник. Какие праздничные мероприятия в честь Дня Победы будут у вас на округе? У нас есть целая программа общегородская, в которой мы, конечно же, участвуем. Потом будут праздничные мероприятия, проводятся на территории Рощи Звездочки, например, будет оркестр, будет играть. Во сколько? Начало получается, что с 12 часам, когда у нас, вы знаете, будет шествие в общегородское, которое начинается с 9 часов от танка. И по окончанию шествия, это уже с 12 где-то к часу оно окончится, начнутся мероприятия по округу. И как раз у нас традиционно проводится, это Иргупс вступает организатором там, на этой площадке в политехе выставляются громкоговорители, музыка прошлых лет. И получается, что, в общем-то, весь округ, вот он задействован, он звучит. Олег Анатольевич, знаю, что вы хотите поздравить ветеранов. Конечно, я знаю. Вот мы с вами сегодня в эфире оба, не договариваясь, задели ленточки. И, конечно, мы же говорили, это наш с вами, я имею в виду нас всех, граждан России, и, в общем-то, не только, конечно, России, это наш общий и самый большой праздник. А ветеранов, вот вчера я как-то посмотрел телевизор, кто сказал, что это не просто праздник, это то событие, которое, конечно, для них было самым главным в жизни и остается самым главным. Поэтому, конечно же, прежде всего я хочу поздравить тех ветеранов, кто дожил до сегодняшнего дня, дай бог им дальше здоровья и дай бог им все быть побольше с нами. Я обращаюсь к ветеранам труда, детям войны, это и поколение моих родителей, которые с малых лет им досталось уже понять, что они поняли, что это за война. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям, сейчас у нас настало время подвести итоги интерактивного голосования. Напомню, в начале программы мы спрашивали, меняется ли что-то в Иркутске. Напобедил второй вариант ответа «Да, в худшую сторону». Ну, будем надеяться, что когда мы в следующий раз будем проводить такое же интерактивное голосование, ответ будет немного другим. Телезрителям я напомню, что в гостях программы у нас был депутат Думы Иркутска Олег Гиевский. Вы смотрели программу «Камертон. Социальная сеть». Увидимся во вторник на следующей неделе. До свидания.